Больше 70 предпринимателей из Хабаровска в этом году получили деньги на развитие бизнеса от мэрии. Субсидии муниципалитета пошли на покупку техники, компенсацию расходов на электричество и на зарплату сотрудникам. На это из городского бюджета ушло 11 миллионов рублей. Подробности далее. Сеть прачечных Мария Маслова вместе с мужем развивают в Хабаровске уже 8 лет. Идея открыть место, куда люди могут приносить вещи для стирки, пришла после поездки в Санкт-Петербург. Там работает много прачечных самообслуживания. Однако в краевом центре такой формат пока не прижился. Сейчас у нас 4 прачечных. В разное время это количество варьировалось от 1 до 5, наверное. Но вот сейчас уже мы 4 и мы счастливы от этого. Сейчас у нас работает великолепная семерка. Как я говорю, все наши прекрасные феи, это женщины. В основном целевая аудитория, ту, которую мы изначально планировали, собирали и по крупицам сохраняли, это женщины предпенсионного и пенсионного возраста. За это в прошлом году сеть прачечных получила звание социального предприятия. Оно не только радует хозяйку бизнеса, но и позволяет ей покупать необходимые вещи со скидкой, выигрывать гранты, а также получать дополнительные субсидии. Именно субсидии помогают сдержать рост цен на наши услуги. Потому что сейчас они являются одними из самых доступных по городу Хабаровска. А если бы не было какой-то поддержки, то, безусловно, ценам пришлось повышать гораздо чаще и гораздо сильнее. Сейчас руководители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться шестью субсидиями от муниципалитета. Так, например, предприниматели могут вернуть часть денег за покупку оборудования и оплату электричества при ремонте или модернизации производства. Бизнес нуждается сегодня в реальной, в актуальной поддержке. И муниципалитет, естественно, старается не только увеличить объем финансовых средств, направлять на данную поддержку, но и расширить субсидии, которые необходимы бизнесу. С 2023 года по предложению бизнеса планируется ввести новую субсидию, дополнительно к уже к имеющимся шести, на возмещение затрат производителям пищевых продуктов города Хабаровска. Пищевики смогут вернуть до 200 тысяч рублей за перевозку своей продукции в регионы страны и за рубеж. Александра Пескун, Андрей Терехин. Смотри Хабаровск. Продолжение следует...